Всем привет, дорогие друзья! С вами Феостун и мы вновь играем в No King, No Kingdom. Итак, ребят, мы остановились на том, что мы освободили, чуть не сказал победили, нет, мы освободили волшебника Перпетума и теперь мы можем, ну, наверное, мы теперь должны найти того, кто это все устроил и ему отплатить. Да, кстати, я вам, помните, рассказывал, что я хотел вам показать, где вот в этом нашем втором городе, который мы захватываем, спрятаны ништяки. Если уж мы сюда вновь вернулись, давайте покажу. Это вот здесь рядом с мельницей, вот здесь вот у нас припрятан паучок и здесь у нас есть еще сундучок. Паучок и сундучок, ну и грибочки, конечно, но грибочки это уже такое, не особо интересное. Так, ладно, погнали отсюда. Наверняка есть что-нибудь еще. В общем, сегодня мы, как и обещал, отправимся на вот этот северный остров. Я, если честно, ребята, я же когда-то проходил игру, но, по-моему, когда я ее проходил, этого северного острова вообще не было, потому что я что-то не помню. Или, может, было вот эти копейщики. Я не помню, серьезно, ребят. Было это, но я, наверное, сейчас, как это, буду проходить, и если я что-то знакомое увижу, я сразу такой, а, да-да-да, точно, помню-помню, было дело. Мне кажется, надо воевать уже просто со всей армией, даже с этими, с рабочими. Мне, вроде как, что-то добывать? Нифига себе, они стреляют, ребята. Ё-моё, они бегают быстро. Где там моя армия? Давайте разберитесь. Ну, эти враги уже посерьезнее выглядят, чем все, что мы видели до этого. Они быстро бегают, они, возможно, больно бьют. Они довольно живучие. Их, как бы, так быстро не снесешь. Ну, я думаю, оно, как бы, ничего страшного для нашей армии. Но и приятного мало. Че, давай на корабль. Я, знаете, я даже, на самом деле, с ними драться не хочу. То есть, пускай они там бегают по карте, мы сэкономим время. Там, вон, смотрите, какие большие... А, не успел я, я хотел до дракона добраться. Они еще, видите, они еще негодяи. И передвигаются довольно быстро. Так, ладно, какие у нас есть артефакты, чтобы сейчас с ними подраться? О, давай стену огня используем. Так, где наше войско? Где вражеское войско? Вот, что меня интересует. А, вот они. Так, ну че, ребят, в атаку. Я просто... Можно я вам ряд лучников? А вы так вроде в линию хорошо встали. Можно я вас прямо... Ё-моё, они меня... Надо стрейфиться просто. Пускай они стреляют в меня, но не попадают никуда. Если я постоянно буду бегать вот так вот отстрейфиться, то они мне урона не нанесут. Так, ну ладно, мне кажется, мой маневр с... С огненной стеной был неплох. И мне кажется, мне не дадут далеко уйти. Сразу нападут еще. Так, давайте вам сделаем ледяную стену. Посмотрим, что вы на это скажете. Особенно... Особенно мне будет интересно послушать, что вы на это скажете, если вы Илон и Маски. Но вряд ли. Где враг? Он должен, по идее, где-то... Погодите, не закрывай обзор. Вот он, он идет. Смотрите, идет. Враг! Ой, ё-моё. Ты не пройдешь! Как вам такое? Так, ладно, это, конечно, это чисто, знаете, это в основном забавы ради. Так, я, если честно, стремаюсь этот посох использовать. Я его уже, по-моему... Так, погоди, что у нас? Я очень... Б-а-а-а-а... Ребята, мы только что... Можно я просто загружу... Какой тут был автосейф? Может быть, он был... Где он был? Короче, мы не должны терять этого дракона, ребят. Ни в коем случае. Короче, я... Он один полез в битву, без поддержки. Конечно, один в поле не воин. Где это было сохранение? Это перед боем или... Короче, так, давай На карту можем выйти? Да, это было как раз вот перед этим боем Короче, не надо ничем удрить Никакие там стены ледяные Все это нафиг Просто берем все войско и идем всем войском в бой А, погодите, я сейчас не все войско Я всех рабочих взял Конечно, берем всех рабочих и идем всеми рабочими в бой Ну а войско Оно слишком дорого стоит, чтобы воевать Рабочие не стоят ничего Я не знаю на самом деле, насколько Все, погнали, всем войскам И рабочими тоже Я пока что, знаете, я просто Помаячу перед лучниками Они не отвлекаются Я хотел сказать, чтобы Мы же можем как бы легко от них стрейфиться, от их атак Ой, е-мое Ну, если мы это специально делаем Если они стреляют в нас Я бы мог стрейфиться, чтобы они Ну, как бы на меня агрились А, и в это время не трогали наши Погоди Мы все равно потеряли дракона Знаете, почему мы его все равно потеряли? Потому что Потому что мы дрались, а не командовали А у них интеллект не особо умен Знаешь, знаете как, короче Ну, как бы Тут правда такое дело Я должен своим интеллектом Компенсировать отсутствие интеллекта ИИ Но я, видать, тоже не особо умен Раз я этого не делаю Короче, я разработал супер тактику Которая мне позволит не сильно париться Но при этом делать все правильно Знаете, в чем она заключается? Мы все наше войско Должны будем в первую очередь Отправить бить вражеских лучников То есть они пройдут мимо вражеских копейщиков Зайдут в ряды вражеских лучников Там станут толпой Вот где вражеские лучники? Вот они, вражеские лучники Все, все войско отправляем на лучников Я пока что возьму на себя вот этих мечников Они пускай за мной побегают То есть мы будем вот так вот умно сражаться Чтобы не терять драконов И теперь вот когда уже лучники повержены Можно все войско отправить вот сюда С этими ребятами драться Слушайте, но что я хочу сказать Я не знаю, там может быть мы сейчас, конечно Очень сильно теряем не войско, а рабочих Просто мне пофиг И как бы я всех беру в бой Потому что я, ну если честно Я не думаю, что мне сейчас надо будет Какие-то добывать ресурсы Уже больше в этой игре Когда-нибудь Хотя можно лес подобывать Ну его меньше всего Потому что Ну то есть почему можно подобывать лес? Потому что Возможно появятся какие-то интересные постройки У нас вот здесь в меню строительства Есть какие-то Нужно уничтожить Проклятый сад какой-то Грейвьярд Или это что? Это кладбище, да? По-моему У них разрушить проклятое кладбище Победить Паука Королева пауков И победить Короля змей Ребят, как много всяких разных врагов Нас еще ждет впереди Но за все это нас ждут Какие-то супер постройки Наверное, с супер новыми юнитами И Судя по всему Так, отлично У нас новый дракон Слушай, он Ааа, смотрите Нифига сего Наконец-то у нас дракон Который Реальный дракон, да? Он умеет летать Уху Покатай меня Так, я кажется Сел, да, на него? Прямо сел А не то, что запрыгнул сверху Просто Так Давай Полетели Ну, слушайте, ребята Счастье есть В этой жизни У нас три дракона Я теперь как Дайнерис У меня три дракона Наверное, так же, как она Одного сломаю Другого потеряю Хе-хе Недавно этого Слушал комику Сачева Он говорит Ааа, третий дракон Я думал, что у нее уже просто Он будет лететь Лететь И потом такой Кажется, у меня рак И умрет Потому что она так бездарна Типа, всех одного Просто копьем убили Короче, жалко Жалко драконов Давайте сохранимся Чтобы не терять И Что, поехали На главную карту Короче, нам нужны Вот эти, я так понимаю Проклятые пирамиды И вот этот вот паук Но начнем с пирамид Они ближе Так Так Че Так Грозно выглядит Наша армия Если не считать Что это все Рабочие Ладно Давайте мы в этот раз Пойдем вперед Только войском У нас не так уж Чтобы много войска Помните Мы этих делали Бойцов с щитами У нас остался только Один боец с щитом У нас есть слоны наши У нас есть наш голем Мне кажется Наша задача Должна быть в том Чтобы вот этого голема Пустить вперед Все остальные догонят Опа Опа Серьезно? У него у самого Слонов до вала Так Погоди Где че мы можем? Рука Мидоса Давай Она любого Врага Должна просто превратить В золото Вот этот слон Все он пропал А у меня появилось золото Так Но Ну давай это Что задание На уничтожение Вот этого бей Я надеюсь Наши драконы Там не погибают Вот этого бейте Все вместе В асист работаем Ребята Я надеюсь Что весь урон На себя голем принимает Ну слушайте Ну они даже голем Неплохо так пробивают Я не ожидал На самом деле Что нас ждет Здесь Прямо вот такое Сражение Ну думала Как всегда Все будет простенько Слушай Как долго вы этого слона бьете Давай тире этого слона Знаете Что я вам скажу Ребята Мы может быть Здесь сейчас Какого-то дракона Потеряем Я вообще не слежу Че там происходит Че это блин За магия Тут кто-то Какой-то магией Бьет да На этих слонах Колдуны А погоди Это мой ледяной дракон Пышет Ледяным дыханием Тогда все хорошо А я думал На наших слонах Лучники А на их слонах Я думал Какие-нибудь маги Огненные Так Ну что я вам Ребята скажу Сейчас По поводу этого Сражения Мы здесь Сейчас выиграли Но у нас Мы потеряли Зеленого дракона И черт с ним Короче Забейте Не парьтесь Черт с этим драконом Я не хочу Переигрывать вечно Ё-моё Ё-моё Я думал Я типа Справился И я молодец Оказалось Нифига подобного Там еще У нас это Ребят Какие-то темные маги Я могу сейчас Сделать Ход Как бы это Следующий Я могу Пригнать сюда Всех своих рабочих И построить Несколько колодцев Выхилить Да я не хочу Вот прям Реально Ребят Мне влом То есть я бы мог Сейчас Я бы мог Сейчас Построить Много колодцев И выхилить Своего Голема Но мне кажется Проще нового Купить Чем старых Выхилить По затратам Времени И сил Хотя на нового Там надо много Камня Но у меня Камня По-моему Сейчас на Три Голема Хватает Так что Ладно Погнали Сюда Вот эти Тотемы Уничтожайте Я тоже Что-нибудь Побью Я не знаю Что они Из себя Представляют Но они Блин Живучие Вот что Они Из себя Представляют Ладно Знаете Чего Давайте Тогда сначала Улучников Уничтожьте Чтобы они Нам не Настреливали Я понял Эти Тотемы Они Постоянно Призывают Своих Бойцов Бесконечно Генерируют Давай Вот это Еще Слушай На колодце Мне в любом Случа Понадобится Что говорить Даже Несмотря на то Что мне Ленит Строить Для Отхила Войска Мне все равно Их придется Строить Знаете Почему Там Вон еще Слоны Так Ладно Идите Все Сюда Я не знаю Где наши Рабочие Вон они Да Есть Нам все равно Придется Строить Потому что Мне нужно Самого Себя Подхилить Ладно Там Голем Не хилить Но себя Подхилить Надо Поэтому Мы все равно Сделаем Здесь Толпу Колодцев Так Армия Сюда Рабочие Сюда Строить Ну это Конечно Мало Если Я хочу Подхилить Не только Себя Но и Своё Войско Мы Закажем Еще Маленько Колодцев Я Получилось Здесь Ну не то Чтобы Прямо Много Колодцев Да Вы Понимаете Мы Можем Еще Попробовать Не 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 Вот Это Вообще Как Отменить Не Надо Вот Вот Это Не Надо Строить Постройте Лучше Здесь Склад Я Не Знаю Насколько Это Будет Работать В этой Локации Или Нет Но Мы Попробуем То Есть Все Рабочие Идите Стройте Этот Склад А я Вам Сейчас Создам Новогоднее Настроение Золотую Ель Здесь Посажу Ой Погоди Это Я Вами Управляю Золотую Ель Сказал Здесь Посажу Все Идите Я в кнопках Уже Путаюсь Идите Добывайте Я Надеюсь Что Вы сможете Здесь Собрать У нас Кстати Рабочих Да Я Я Сейчас Сознательно Их Поубивал И у У меня Осталось Всего Лишь Порядка 40 Штук А прикиньте У меня Могла Быть Армия 70 Вот Чистого Лимита Армии 70 У меня Сейчас Армии Там Ну Штучек 30 Да Что У нас Здесь Армии 12 13 14 15 16 Ребята 16 Это Ну Не совсем То Что Ты Хочешь Не Совсем То Что Значит Грозная Армия 16 Штук А И Кстати У нас Рабочих Гораздо Больше Они Тупят Некоторые Они То Есть После Того Как Они Что Построили Они Почему Не Выделяются Как Свободные Так Что Давайте Мы Вручную Отправим Собирать Ёлку Пока Ее Еще Не Собрали Без Них Ну И Чтобы Они Тут Лишний Раз Нам Это Место У Колодцев Не Занимали А Фиг То Там Да Я Вообще Отсюда Не Вышкребу Тут Слишком Плотная Застройка Ну Ладно Фиг С вами У 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 Мы добыли, но вот я Даже, знаете, елку мы быстро Собрали, даже чайник не успел скипеть И я поставил вот этого голема Сюда отхиливаться, он вообще нифига Не хилится, его знаете, вот как есть Такое выражение, проще Тебя проще убить, чем прокормить Вот его проще убить, чем отхилить Я даже не знаю, он, может быть он слишком большой И как бы Считается, что его голова там И надо, чтобы колодцы были на уровне головы Или что-нибудь в этом роде, чтобы он хилился Но он вообще не получает хила, да По-моему, я даже не вижу, чтобы она ползла Эта полоска, хотя бы даже Я не знаю, по миллиметру в час, по-моему, ничего не изменилось Хотя я здесь довольно давно стоял Ладно, я думаю, мы его сейчас На смерть отправим, ну, то есть не на смерть Как бы танковать вперед Если что, у меня денег Вот на самом деле, смотрите, мы елку собрали Почти 500 золота, 200 золота Стоит один голем, ну, 200 золота и по-моему 2000 камня, если я не ошибаюсь И знаете, зачем я сейчас сохранился? Я хочу, я просто подумал, может быть мне тут Даже не надо войском драться То есть, что если Я сейчас сделаю, знаете как Я сейчас голема поставлю сюда, но это на будущее Если мы все-таки будем драться Все остальное войско я отправлю сюда Но голема чуть-чуть вперед Но я сейчас попробую Сохраниться и Вообще просто Сбегать, посмотреть, что там Я не хочу сейчас прорываться Всем войском, вот это с одной армией Сражаться, потом с другой Я же могу сразу просто забраться в тыл врага Вот просто Может быть я могу одним этим Одним главным героем тут справиться Пойдемте просто посмотрим, что нас там ждет Там впереди еще пирамида Мне знаете, что интересно? Вот у нас есть этот артефакт Палец Мидоса Это типа, знаете, отсылка к доте Там был артефакт перчатка Мидоса Который убивает любого лесного зверя Тут же получаешь голду Поэтому было выгоднее Там какого-нибудь зверя потолще С помощью нее убивать Но Может быть там есть какой-то главный злодей Я могу его просто уничтожить Этой перчаткой Мидоса Может вообще будет Как с королем этих С королем Гоблинов Ты его убиваешь И они все становятся твоими И тогда ты Выгоднее устроить диверсию Вот это что ли Главный, да, там внизу стоит? Пойдем это Пойдем с тобой чисто по-мужски поговорим То есть Никакой армии Только я и ты То есть я мог бы сейчас сюда с армии прорываться Вот этот заслон Потом вот этот заслон А мог бы в принципе обойти Не знаю, что помешало бы армии Вот там с гор спуститься А не идти напрямую Вот он король Так, у нас Перчатка Мидоса Она вроде откатилась Я правда не знаю Можно ли ее использовать на таких вот Прямо на таких жестких врагах У него глаза горят Он довольно медленный вроде Давай Перчатка Мидоса Эй Что-то я не понял Как будто не применилось Он короче походу будет Без конца этих мелких Спавнить, да? Ну смотри Я его могу на самом деле Я могу его вот так вот убить Чисто убить Соло Ну как бы Могу Реально могу Это займет Овер Много времени Но я Чисто теоретически Я могу это сделать Я сейчас хочу просто Собрать все сундучки Которые у него тут Тут какие-то артефакты Тут какие-то артефакты Давайте Знаете Попробуем Просто Привести его К нашей армии Он кстати Довольно медленно Если уж на то пошло Он не превращается в золото Короче С боссами Эта тема не работает Давайте попробуем Просто тупо Его привести К нашей армии Минуя Все вот эти Загранпосты Давай Поднимайся сюда Ну Ладно Ты же уже Загрился Да На меня Ну я наверное Могу уйти туда А ты как бы Поднимешься там Где тебе удобнее Скорее всего Это как-то так работает Знаете Здесь спуститься С гор Здесь было проще Чем подняться Где он Бежит за нами Бежит Отлично Это С этими я тоже Драться не хочу Ну зачем мне Со всеми с ними драться Что нам с ними делить Как бы Они такие же люди Как и я Хотят там Свою семью Растить детей Чтобы все Живы Здоровы были Ну как бы Так уж получилось Что у нас Государство воюет Да Но Но нам с ними Делить нечего Они Как бы Так же испытывают Счастье И горе Как бы Они такие же Как и я За что мне их убивать Так И что Откуда мы пришли Я что-то уже запутался Мне кажется Вот Оттуда что ли Вот там То место В горах Ну наверное Видите Они все стоят Туда лицом Значит мы пришли оттуда Босс Ты идешь там за нами Не отставай Там Мое войско Ждет тебя Они прям Тебя ждут Не дождутся Могу Конечно Но он живучий Прямо Очень живучий Так Сейчас там еще Армия слонов будет Да Я не знаю Я-то ее в тот раз Как-то по горам Обошел А как я ее сейчас Обходить буду Я даже не знаю Блин Я тут еще сагрил Маленько Лишка Вон они да Там Они как будто Куда-то пошли Реально Ребята Там Вражеские слоны Почему-то все-таки Начали биться С моим големом Я даже не знаю Как там Битва Какое ощущение Как будто голем Танкует Ну голем танкует Ладно Все нормально Сейчас как раз Этот придет И главарь Давайте я пока что Их под Блин Они все сагрились Они все сагрились Все Что-то пошло не так Я же хотел Красиво сделать Чтобы никто не сагрился Чтобы только король Ладно Давайте Короче Артефакт Я не знаю Что тут Лампа Аладина Ребята у нас есть И этот артефакт Мы должны были забрать Когда уже убьем Босса Давай Аладин Появляйся Ага Ну он Вряд ли Долго проживет Давай вот так Разде... Эй Блин Я что-то Ну я не знаю Короче Я что-то там Сделал Но что-то Пошло не так Но в целом Мне кажется Идея забавная Знаете Чего Очень не хватает В игре Смена артефактов Хотки Чтобы я бегал И прямо на ходу Менял посохи Один пробовал Другой пробовал Ладно Пойдемте Пойдем Пойдемте Мы вроде как Подготовились Да здесь К битве Так-так-так Два сюда Голем Голем на передовую Погоди Голем на передовую Все остальные Могут маленько Дракона Отлети маленько Голем Голем на передовую Погоди А что здесь делает Ёлка Я разве... Это сохранение До того как я собрал Ёлку Да нет Вроде у меня 500 монет И ёлка Почему-то есть Это очень странно Ну ладно Это может быть Трудности сохранений Знаете Бывает иногда В играх Когда-то там Что-то Какая-то дата Крашится При сохранении Но по-моему Я же не мог Призвать Две ёлки Оно даже По игре Не получится Две сразу Призвать Так Ты иди Короче Танкуй А вы все Идите Теперь Вот сюда Ну ладно Убейте сначала Слона Да ладно Слон живучий Ну хотя Не такой уж Он и живучий Раз уж На то пошло Я не пойму Вот этот дракон Он собирается Он издалека бьет Что-ли Своими фаерболами Ощущение Прям Как будто Он очень издалека Бьет Своими фаерболами Короче Здесь похоже Проще будет Прямо действительно Боем пройти Чем что-то Придумывать То что я делал До этого Хотя мне Если честно Ну прям охота Там какие-то Артефакты По это Поюзать Там типа Посох Посох молний Пойдемте Пойдемте Сейчас соберем Вот эту всю толпу Все таки я хочу Хочу такое Сделать это Соберем всю толпу И попробуем Их накрыть молнией Прямо Попробуем Сейчас собрать В одну большую кучу Так как бы это Вокруг них бегаем Чтобы они сбились В плотный шарик И всех их сразу Накрыть одним ударом Я надеюсь Этот посох Я помню Я использовал И у меня орки Сразу погибали Из моей армии Причем как Тыдыщ И че Ну Есть какие-то Трупы Но ребята Это явно Не то что я хочу И самое Неудобное Что нельзя Артефакт Теперь на ходу Сменить Никак Может что-нибудь Можно Я сейчас Попробую Какие-нибудь Кнопки Потыкать F А так Ну F Это понятно G H C V Но я вроде Отрываюсь Может быть Я успею Какой-нибудь Артефакт Взять Ах ты Так можно И погибнуть На самом деле Ладно Ладно Не буду рисковать Пойдемте Приведем их К нашей армии Ты Голем Маленько Вперед Выйди Чтобы они Точно Чисто на тебя Огрелись Теперь выделяем Всех И все Погнали Ребят Ну они Сейчас его Смотрите Как затюкают Он конечно Танкует Но мне кажется Он слишком рано Начал танковать Беда Ребят Мы остались Без голем Мы сейчас Так и без дракона Останемся Ох Очень жалко Очень быстро Теряем войско Нам бы Знаете Да Нам бы Нам бы Нам бы Нам бы Короче Армия Все иди сюда Даже не то что Армия Все идите сюда Мы здесь У нас будет Сейчас тут Это План Сколько стоит Форт Пятьсот Мы Короче Прямо сейчас На месте Построим Один форт И еще Один форт И прямо На месте Начнем Восстанавливать Восстанавливать Войско Где там Наши рабочие Они конечно далеко Они сейчас могут Не понять Как сюда прийти Потому что Они там Ну из-за расстояния Могут тупить Но я надеюсь Что они уже в пути Да Вот они бегут Сейчас мы построим Здесь два форта Было бы конечно Хорошо здесь И орк холл построить Заказать несколько орков Хотя Они знаете Ну Я не знаю От посоха молнии Они сразу погибали Ладно Я не думаю Что они прям Крайне полезны Ладно Без орков Обойдемся Лучше сделаем Большую армию слонов Ну Насколько Хватит Я не знаю Не помню Что они там стоят Они по-моему стоят Еду И золото Что ли Но с золотом У нас проблем нет Мне кажется Надо как-то Рабочим Увеличивать Радиус Их возможности Строить Потому что Смотрите Постоянно Вот такая проблема Они бегут Вместо того Чтобы строить То есть У всех вот этих Рабочих Задание строят Но некоторые Строят А некоторые Просто бегут В здание Пытаясь Там добежать До какого-то Слоточком Это маленько Напрягает Когда они Начинают бегать Вместо того Чтобы что-то делать Так ладно Пошли заказы Первых слонов Здесь 4 закажем Здесь Здесь пока что Еще не достроено Здание У нас кстати Почему-то Лимит населения Не показывают Будет еще Сейчас здорово Если я не могу Строить на этой территории Но что ребята Постройте Пожалуйста Постройте Это здание Хватит уже бегать Вокруг него И смотреть На него Не нормально Слоны строятся Новые Еще одно место Готово Давай здесь Короче 5 слонов Заказываем Здесь тоже Доволим заказ До 5 И собственно говоря Все У нас кончилась Еда Ну ладно Десяток слонов Еще При том что у нас Всего армия Из 13 слонов Плюс 10 Это неплохой результат Можем А ничего не можем Все остальное Требует еду Мы можем Мы можем Одного Там героя Заказать Но это Вряд ли нам Чем-то Сильно Поможет По хорошему Нам все-таки Придется добывать Ресурсы Поэтому я Сейчас не буду Это Терять Рабочих Нам то есть Придется добывать И маленькой еды И маленькой леса Если мы хотим Еще маленькой армии Так Ну знаете что Я попробую Все-таки Как бы это Сколько здесь Войска Ну я думаю Сейчас достроится Пускай Пока они строятся Я все же Попробую Возродить свой план А именно Вернуть сюда Короля Ну то есть Привезти сюда Короля В обход Ну чтобы вот С этими товарами Допустим Не драться Просто приведу Сюда короля Схожу сам за ним Вот эти ребята Ну я не знаю Сагрятся они Не сагрятся Сагрятся наверное Ну ладно Попробую это А там посмотрим На всякий случай Сделаю Сохранение Но другое И погнали Просто не хотелось Сейчас сидеть И ждать И ждать Пока армия Достроится Чтобы пойти Со всей армией В бой Поэтому Поэтому вот так Перчатка Мидаса На него не работает Это мы уже поняли Но можно же Его там Каким-нибудь Синим посохом Жахнуть Просто Чтобы ему Жизнь медом Не казалась Все Все я все Сундучки Открыл Ну все Пойдем Пойдем Парень Со мной Сейчас Я думаю Даже Можно Ну как бы Его маленько На гору Поднять Как джин Работает Мы поняли Это просто Дополнительный Боец В армии Может быть Он Неплох Просто В прошлый раз Такая толпа Была Большая Что мы даже Ну не успели Понять Хорош Джин Или не очень Ведь конечно Башни Зловеще Выглядит Вот Одна уже Призвала Врага В мою сторону Но там Ребята Не дергаются Они меня Как будто Не замечают Так что Меня в этом плане Все устраивает Что у нас еще За артефакт Деревянный посох Опа Дайте почитать Людям Люди хотят Это Тяга К знаниям Вы что делаете Ладно Сейчас давай Маленько От этого От босса Оторвемся А он Что-то Кажется Куда-то Уперся Да Но он Все равно Сокращает Отрыв Ладно Я вот Здесь Вот Заберусь На гору Еще Одного Тут Призвали Копейщика Короче Я фиг Знаю Что этот Посох Делает Я его Сейчас Тупо Применю На вот Этого Парня Я надеюсь Это не Посох Который Усиливает Любого Бойца На поле Боя И я Усилил Босса А смотрите Там Какой-то На зону Наверное Это зона Исцеления Мне так Кажется Но я Не знаю Видите Нету Времени Почитать Короче Все Наше Войско В Атаку А я Пока Его Покачу Вы Стреляйте Вы Стреляйте Я Покачу Блин Ну Дракон Тогда Сейчас Пойдет Знаете Я бы Мог Действительно Катить А слоны Чтобы Били Но Если Бо Дракон Не лез Вперед Ладно Дракон Сейчас Наверное Умрет Очень Жаль Конечно Очень Жаль А знаете Что Надо Надо Этого Джина Призвать Что Это За Красный Посох А Разве А Здесь Даже Разные Предметы Можно Получить Я Думал Здесь Всегда Одно И Тоже Видите Тогда Мы Лампу С Джином Достали А теперь Мы Достали Нечто Другое Давай Огненную Стену Здесь Поставим Пускай Он Постоянно Получает Урон От Че Это Кажется Мы его Убили И у нас Тут Что-то Появилось Спасибо За то Что Освободил Меня От Этого Проклятия Я Гильгамеш Правитель Королевства Ария Солис Более Тысячи Лет Мое Королевство Процветало Однако Однажды С небес Спустился Он И раздался Голос По всем Землям Ария Солис Что Требовал Чтобы Все Упали На колени И Покорились Перед Ним Мы Отказались В гневе Он Послал Песчаную Бурю Которая За одну Ночь Полностью Уничтожила Наше Королевство Он Он Боится Тебя Так И Превратил Нас В живых Мертвецов Чтобы Я Уничтожил Тебя Однако Благодаря Тебе Проклятие Снято Спасибо За то Что Освободил Меня От Этого Проклятия Я Гильгамеш Правитель Королевства Ария Солис Более Тысячи Лет Мое Королевство Процветало Однако Однажды С небес Спустился Он Что Почему Это Повторяется The next chapter Короче Следующая глава Еще Не готова Она Появится В будущих Обновлениях Вот Что Нам Важно Знать Еще Наверное Важно Знать Что У меня Почему-то Мышка Пропала Так Ладно Вот Когда Я На escape Нажал Оно Все Вернулось Еще Важно Знать Что У нас Все-таки Выжил Дракон Посох Зеленый Что Делает Мана Является Источником Посох Высвобождает Из земли Ману Которая Исцеляет Раны Да Действительно Это Хилка Таким Способом Дракон Исцеляет Раны Это Исцеляет Чисто Мои Раны Да Бутылочка Точно Но я Мог Сэкономить Помните Я тогда Колодцы Какие-то Строил Чтоб Захилиться А мог Захилиться Бутылочкой Забыл И вот Это Тоже По-моему Посох Исцеляет Раны Но Он по-моему Их так плохо Исцеляет Что я запарюсь Исцелять Что-то Кому-то Этим Посохом А вот Тот Зеленый Может быть Все-таки Получше У меня Теперь один Вопрос Враги Которые Здесь были Они остались Или они Пропались По-моему Здесь никого Не осталось Теперь Из тех Кто здесь Был Да После того Как мы Победили Главаря Это Знаете Это такая Ну небольшая Нам подсказка Может быть В том плане Что действительно Можно было Как-нибудь В этой миссии Ухитриться Короля Выманить В обход Всех остальных Чтобы никого Не сагрить Привести его К войску И просто Ну как бы Вам не пришлось Бодраться со всеми Там можно Я думаю Походить еще Вокруг пирамиды За пирамидой Поискать какие-нибудь Секретики Но Желания Особого нету Поэтому мы Просто выходим На карту А Нифига себе Говорят Глава закончилась Но здесь появился Еще какой-то портал Но я не знаю Может быть В этом портале И у нас здесь По-прежнему Есть этот Ребята Погоди А рабочих Че не взял Давайте всех Возьмем Включая Где мои рабочие Все Все выделены Пойдемте на карту Я просто боюсь Оставить рабочих Хочу всех взять Пойдемте Попробуем С пауком Подраться И Ну там есть Еще какой-то портал Непонятно Говорят что Глава на этом Закончилась Ну может быть Там Что-то нас Все-таки ждет А может быть Это как Затравка На будущее Так Ну че Ребят Погнали Че делать Я возьму Посох Лечения Сейчас они Начнут драться А я под них Под всех Это Кину хилку Ну вот Наверное Этого дракона Сейчас будут Бить Ему хилку И кинем Че еще Тут можем Сейчас Посох огня У нас Откатился Я надеюсь Что до нее Достает Это пламя Больше огня Че еще Какие еще У меня тут Есть посохи Давай Подморозим ее Будем надеяться Что она Медленнее Будет Атаковать Перчатка Мидоса Может все-таки Сработает на нее На паучиху Кажется Нифига Такие боссы На них Не срабатывают Такие Слушай Ну она Живучая Вы посмотрите Сколько у нее ХП Так Короче Знаете Что Рабочие Тоже Идите Сюда Пока Там Драконы Танкуют Нам Надо Как-то Видите Здесь Нету Сейчас Голема С нами Чтобы Танковать Вот Этот Посох Очень Быстро Откатывается Знаете Что Поэтому Я Буду В руках Держать И Постоянно Фаербол Кастовать Рабочие По-моему Не все Дерутся Но Погибают Зато Они Исправно Один За Другим Молодцы Хорошо Танкуете Что У нас Еще Есть По Посохам Ледяная Стена Молнии Не хочу Бить Она Может Половину Моих Сейчас Ижахнуть Посох Хила Откатился Давайте Я его Сейчас Кину Здесь Драконщика Захилю Насколько Смогу Давайте Я его Еще Обычным Посохом Похилю Он Вроде Танкует Я могу Чисто Это Знаете Ничего Не делать Только Его Хилить Ну Могу Менять Посохи Между Собой То И Фаерболом В нее Шмальнуть То Своего Дракона Подхилить Ну Это Такой Геморрой Согласитесь Да Вот Я Через Это Меню Открывать И Постоянно Туда Сюда Посохи Может Все Таки Есть Какая Кнопка Чтобы Делать Это Быстро Я Не знаю Если Есть Ребят Пишите В описании Паука Мы Убили И Че Там Наверное Есть Сундук Да Делаю Ставку На То Что Я Вытяну Сейчас Артефакт С Джином То Есть Ну Их Наверное Не Так Много Осталось Может Быть Это Последний Просто Ну Игра Да Действительно Это Лампа Джина Просто Есть Как бы Рандом Какой Именно В каком Порядке Ты Будешь Получать Ну Наверное Какие-то Посохи Все-таки Круче И Поэтому Ты В любом Случа Будешь Получать Только Под Конец Игры Но Все Равно Призывает Джина Из Лампы Который Будет Выполнять Ваше Приказание В течении Нескольких Минут Но Вот Это Самая Главная Информация То есть Он Не Вечный Ты Не Можешь Просто Периодически Призывать Плюс Одного Джина К армии А потом Будет Армия Джинов Так Ладно Чуть 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 У нас Кстати Смотрите Там Слоны Но Как бы Но Вот Здесь Слонам Досталось Чего Уж Там Греха Таить Досталось Ребятам Давай Подхилим Жопу Слона По-моему Он Даже Не Заметил Давайте Вот Сейчас Мы Посмотрим Насколько Этот Посох Эффективен Мы Кидаем Под Этого Слона И Смотрим Пошел Отхил Да Ну Есть Отхил И в принципе В бою Когда тебя Ну Как бы Дамажат Это Очень Неплохая Такая Отхили Волка Это На самом деле Он довольно Быстро Откатывается Этот Посох Это Гораздо Приятнее Чем Начинать Строить Колодцы Каждый Раз Ты Поставил Эту Хилку Она Довольно Долго Держится И она Ну Хилит Ничуть Не Хуже Чем Я не знаю Какие Условно Говорят Допустим Три Колодца Мне Кажется Было Бо Неплохо В этой Игре Все Таки Добавить Какой Нибудь Супер Колодец Который Хилил Быстро ХП Тех Кто Не Битых Отвести Чтобы Они Не Мешались Эта Область Довольно Долго Стоит Мне Вот Что Нравится Она Прямо Мне Кажется У меня Чуть Ли Не Посох Успеет Откатиться И я Смогу Новую Область Кинуть Но Она Довольно Долго Висит Вот Да Ну Не Совсем Успевает Посох Откатиться Но Тем Не Менее Да Действительно Довольно Много ХП Можно Восстановить Этим Посохом И он Довольно Долго Эта Область Держится Так Ладно Осталось Ребята Самое Интересное А Именно Кстати А Это Что Это Золото Да Прямо Здесь Можно Добывать Золотоносное Жило Судя По всему Да Но Мне Даже Золото И Не Особо Сейчас Нужно Сюда Можно Высадиться Ё-моё Страшно Только Давайте Сохранимся Смотрите Да А Вон Он Враг А я Туда Смотрю А Он Вот Он Ребята Все В Бой Джин Иди Сюда Помогай Слушай А он Прям Быстро Умирает А Их Много Их Довала Ребята Мне Знаете Мне Что Кажется Мне Кажется Пускай Войско Здесь Стоит Мне Кажется Надо Туда Бежать У У Мне Такое Ощущение Как будто Надо Там Что Уничтожить А Ангелы Здесь Без Конца Будут Появляться Давайте Ребята Это Все Побежали Просто Бежим Мне Кажется Надо Там Что Сломать Не Надо Драться С Ангелами Они Наверняка Будут Появляться Бесконечно Я Могу Быть Не Прав Но Есть Такое Ощущение Не Зря Нам Такую Красоту Нарисовали Мы Явно Должны Хотеть Сюда Прийти И Посмотреть Что Это За Тема Слоны Правда Медленные Я Надеюсь Что Их Там Ну Как бы Я Надеюсь Что Я Принял Приверное Решение Но Если Честно Начинаю Сомневаться Может Быть Мне Надо Было Просто С Ангелами Сражаться Да Ребята Здесь Здесь Край Карты Дальше Нельзя Ити Короче Я Был Не Прав И У Нас Ладно Давайте Загрузим Короче Ну Че Мы Зря Сбегали Туда Сюда Потеряли Войско Ребята Идите Уничтожайте Ангелов Ребята Все Все Уничтожайте Вот этого Ангела Начните С его Уничтожения Вообще Встаньте Вот здесь В плотное Кольцо Я вам Кину Подхилку Чтобы Вы не Унывали Потому Что Наверняка Слоны Они Так И будут Стоять На месте И пусть Они Там Хилятся Постоянно Джина Призываем Пусть Он Там Сражается Тоже Мне Не Нравится Что Они Вот Рядом Враг Он Его В Упор Не Видит То есть Пока Ты Ему Команду Не Дашь Пока Команду Не Дашь Они Вообще Не Замечают Врага Как Будто Его Нет Один вопрос Ладно Ангелы Довольно Слабые Сколько Их Здесь Будет Как Долго Они Будут Появляться Так Что У нас Еще Тут Есть Посох Фаербола Давай Будешь Давай Огненную Стену Ну И Че Грибочек Съедим Ну Мы Отбились От Первой Атаки Врага Ну И Как Бы Непонятно Что Дальше Чисто Логически Может быть Нужно Ну Кажется Что Нужно Ити Вот Туда К Этому Странному Зданию Вполне Возможно Что Не зря Нам Писали Слова О том Что Голова Еще Ребята На этом Ну Как Бы Заканчивается Продолжения Пока Нету То есть Может Быть Это Как Бы На Будущее Наработки Что Мы Появимся Здесь Отправимся Вот К Тому Зданию Но Это Все Скорее Всего Наверное Так И Есть Так Что На этом Мы И Закончим Наш Сегодняшний Выпуск И Вообще В принципе Серию Наших Выпусков По Игре No King No Kingdom С вами Был 111 Если Вам Понравилось Подписывайтесь Ставьте Лайки Спасибо За просмотр И Да Все Дальше Вот Дальше Уже Невидимый Барьер А Жаль Выглядит Интересно Ладно Ребят До Ребят Ребят